Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Если вы привыкли думать о Канаде, как о нашем туповатом арктическом кузене, последней стране на Земле, где Малет считается законной стрижкой, стране, где умирают американские причуды, и, конечно, вы привыкли думать так о Канаде, это было правдой, но пора подумать еще раз. Внезапно, ни с того ни с сего, Канада, как ни странно, стала индикатором продвинутости. Когда ВОУК-революция распространилась по Западу, Канада оказалась в ее авангарде. При Джастине Трюдо Канада сделала все по максимуму. Это и криминализированная политическая речь, и запрещенная самооборона, и использование силы государства для подавления христианства. Так что, если вы хотите знать, что будет в Соединенных Штатах, время взглянуть на север. Канада — это призрак нашего будущего. Имея это в виду, мы смотрим на то, что происходит прямо сейчас в школах Канады, потому что вы наверняка скоро увидите все это в ваших школах. Итак, на этой неделе в интернете появилось видео из места под названием «Трафальгарская средняя школа в Оквиле». Это на противоположной стороне озера Онтарио. На этих видео учитель по имени Стивен Ханна, который, по-видимому, уже несколько лет работает в школе. Недавно Ханна решил одеться как женщина, или точнее, как гротескная карикатура на женщину, но не настоящую женщину, а своего рода надутую Мэрлин Монро. Ханна использует как часть своего костюма две гигантские искусственные груди, каждая размером с 10-ти фунтовый арбуз. Мы не преувеличиваем. Их видно не менее чем за 100 ярдов, если не из космоса. Мы покажем вам фото, уже показываем прямо сейчас. Но вот в чем дело. Ханна делает это не у себя дома, в ресторанах или клубах. В этом случае мы не упоминали бы его в нашем шоу. Нам было бы все равно. Веселитесь, Стивен Ханна. Нет. Стивен Ханна делает это в классе. Перед детьми. Как выразился канадский журналист Джонатан Кей, Ханна уже давно одевается так. Но только недавно ученики школы обнародовали этот факт. Так что они терпели это некоторое время. Кей также отмечает, что костюм Ханны основан на стиле японского порно, название которого переводится на английский как «молочное извержение». Так что же происходит? Мы точно знаем, что происходит. Давайте перестанем притворяться. Женщины могут не заметить этого. Как правило, их жизнь не определяется сексуальными влечениями. Но если вы мужчина, вы сразу понимаете, в чем тут дело в сексе. Стивен Ханна вовлекает чужих детей в свои сексуальные фантазии. Вот почему он делает это в классе. Детская аудитория дает Стивену Ханне сексуальный заряд. Ему это нравится. В этом нет сомнений. Это парень на фургоне, пытающийся дать конфету шестикласснику. Это эксгибиционист в парке. Это извращенец. Он не должен приближаться к детям ближе 500 ярдов. Точка. Он угроза для детей. Угроза детям была всегда. В каждом обществе есть такие люди. И каждое общество расправляется с ними быстро и жестко. Но на Западе уже нет. Теперь таких людей не наказывают, их честуют, а потом защищают. Трафальгарская средняя школа, финансируемая канадскими налогоплательщиками, энергично защищает его поведение и угрожает всем, кто его заметит. Как и школьный совет округа Халтон, который курирует школу. Они прислали нам заявление. Мы цитируем. Школьный совет признает права родителей, сотрудников, учащихся, опекунов, членов сообщества на справедливое обращение без дискриминации по признаку гендерной идентичности и гендерного самовыражения. Гендерная идентичность и самовыражение под охраной в соответствии с Кодексом прав человека Онтарио. О, Кодекс прав человека, правда? Где права детей? Их нет. Другими словами, если вы жалуетесь, если вы родитель, который жалуется на то, что Стивен Ханна вовлекает ваших детей в свои сексуальные фантазии, вы преступник. Вы нарушаете канадский закон. По большей части, канадские СМИ, самые бездеятельные англоязычные СМИ, на стороне Стивена Ханны, извращенца. За исключением Джонатана Кея, которого мы цитировали, и небольшого феминистского блога Ридакс. Никто не освещает то, что Стивен Ханна делает с детьми в сексуальном плане. Остальные фактически защищают его. Например, Торонто Сан вышла с таким заголовком. Школьный совет готовится встать на защиту трансучителя средней школы. О, на защиту! Трансучителя средней школы! Его защищают? Нет, он чертов псих! Трясущий искусственными грудями перед лицом ваших детей, потому что это его заводит. И если вы жалуетесь на это, проблема в вас. Так что проблема в родителях, а не в извращенце в классе. Трудно поверить, что это происходит, но, к сожалению, это происходит не только в Канаде. Вы видите это повсюду, в том числе и в этой стране. И чтобы было ясно, что это? Дети используются в качестве реквизита в сексуальных фантазиях взрослых. Дети используются в качестве реквизита в сексуальных фантазиях взрослых. Вы согласны с этим? Нормальные люди согласны с этим? Это совершенно неправильно. Это выходит за рамки допустимого. Уже вышло. И тем не менее, внезапно учителя, лицензированные учителя, хвастаются этим в соцсетях. У меня было много учеников, которые открыли не только свою сексуальность, но и гендерную идентичность. Это одна из причин, по которой я думаю, так важно громко говорить об этом и гордиться. Я рассказываю ученикам начальной школы о гендерной идентичности. Кто-то девочка, кто-то мальчик, кто-то и то и другое, у кого-то нет пола. Я могла бы сказать этому ребенку, у нас есть флаг в классе, которому ты можешь присягнуть на верность. А он такой оглядываясь, о, этот? Итак, еще раз, если вы гуляете по парку со своими детьми, и к ним подошел незнакомец и начал говорить с ними, скажем, с пятиклассником, пятилетним или даже четырнадцатилетним ребенком, а сексе, что бы вы сделали? Ну, вы бы вызвали полицию, конечно, это запрещено, это преступление, потому что они дети. Но учителям разрешено это делать, а затем хвастаться этим. И это не ограничивается обучением в классе, по всей стране взрослые заставляют детей посещать шоу трансов. Смотрите. 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 И так просто для ясности. Как будто это неясно, как будто мы находимся в таком тумане, что это неясно многим людям. Это сексуальные фантазии, разыгрываемые на публике. И с одной стороны мы согласны. Хорошо, идите, делайте, что хотите. Но вам не разрешали вовлекать детей в свои сексуальные фантазии, потому что это разновидность растления малолетних. Вы можете быть полностью одеты в это время. Это не делает поступок менее вредоносным или менее аморальным. Они дети. Держитесь от детей подальше с вашей сексуальной жизнью. Понятно, психи? В этом никогда не было сомнений. Но теперь есть. И это своего рода намёк, что те же люди теперь пытаются запретить вам использовать слово «педофил». Ха, интересно, почему? Смотрите. Я хочу поговорить о людях, которых привлекают несовершеннолетние. Их, вероятно, больше всего демонизируют в нашей культуре. Вы заметили, что я использую термин «люди, которых привлекают несовершеннолетние». Иногда используется аббревиатура «МАП», вместо более распространённого термина «педофил». Группы защиты «МАП», такие как «Before You Act», выступают за использование термина «МАП». Они выступают за него в первую очередь потому, что он менее оскорбительный, чем другие термины, такие как «педофил». Многие люди, когда слышат термин «педофил», автоматически представляют себе сексуального преступника. Это неправда, и это приводит к множеству заблуждений о влечении к несовершеннолетним. Последний клип принадлежит фонду «Протазия», который, как и его доноров, внимательно изучали правоохранительные органы. Растление детей не зря является преступлением. Оно уничтожает людей. Вы не можете использовать детей в качестве сексуальных объектов. Первая женщина, которую вы слышали, Алан Уокер, работала в университете Олд Доминион в Вирджинии. Она была уволена после выхода этого видео. Но вскоре после того Джонс Хопкинс нанял ее в постдокторат. Так что ее повысили. Ее наградили. За оправдание растления малолетних? Хм. И это не только в науке. Вы видите, как книжные издатели агрессивно пытаются сексуализировать детей. Как давно вы заглядывали в книги для детей? Большинство просто глупые, некоторые откровенная порнография. В прошлом году в Фейерфоксе мать сообщила школьному совету, что две книги в школьной библиотеке, одна называется «Гендер Квир», другая «Мальчик на лужайке» для семиклассников, содержит материал, который не нужно быть экспертом, чтобы... Что-то происходит. Согласно ABC News, книга «Гендер Квир» содержит явные иллюстрации орального секса и мастурбации. Роман «Мальчик на лужайке» содержит графические изображения секса между мужчинами и детьми. Так почему же они навязывают это детям? Конечно, чтобы подготовить их для сексуальной эксплуатации. И любой, кто говорит, что это пуританский взгляд на вещи, вы впадаете в истерику, очнитесь, очнитесь. Какой смысл навязывать детям порнографию, если вы не собираетесь использовать их? И они говорят, что на самом деле это не растление детей? Кстати, все ответственные лица кажутся полностью за. О, какой мрак! И, конечно, есть медицинский аспект. В бостонской детской больнице отрезают грудь здоровым детям. Согласно статье, опубликованной в журнале клинической медицины, в бостонской детской больнице, мы цитируем, «провели 177 операций двойной мастектомии за последние годы. Примерно половина операций приходится на девушек от 15 до 18. Подобные методы коррекции пола, в частности, химическая кастрация, предлагались Великобритании в течение многих лет в их печально известной Тавистокской клинике. Британское правительство только что объявило о закрытии Тавистока. Почему? Потому что на них подали в суд более тысячи семей, которые утверждают, что, цитата, «дети были отправлены на лечение и в результате испытали судьбоносные и в некоторых случаях необратимые последствия». Они должны были знать. Данные давно известны, но люди с сексуальной повесткой, не политической, с сексуальной повесткой, так сильно старались сделать это законным, а затем и модным, что мы проигнорировали это. Но цифры были известны в 2011-м. Исследователи из Швеции опубликовали результаты исследования, которое длилось 30 лет. Оказалось, что у людей, перенесших операцию по коррекции пола, в 19 раз больше шансов покончить с собой, чем у людей, которые этого не делали, основное население. То есть, вместо того, чтобы освещать все это, это не история, правда? Сексуализировать детей, калечить их гениталии, потому что вам это нравится? Наши СМИ вообще не освещают это. Они поощряют это и скрывают реальность за эвфемизмами. Они называют кастрацию, цитата, «помощью по коррекции пола». Кастрацию детей. Это гендерная, психиатрическая и медицинская помощь. Часто оказывают помощь по коррекции пола трансгендерам. И помощь... помощь по коррекции пола. Стремление запретить медицинскую помощь по коррекции пола для трансгендеров. Усилие по ограничению доступа к помощи по коррекции пола. «Жизнеспасительная помощь по коррекции пола для трансгендеров». Жизнеспасительная помощь по коррекции пола. Правда, не могли бы вы рассказать мне, что именно это значит? Чуть-чуть поконкретнее. Можете показать фотографии, показать, как это выглядит? О чём именно учителя говорят с моими детьми? Как выглядит лекция о сексуальности для шестиклассников? Почему бы вам не рассказать? Говорите медленно. Чтобы я мог записывать. Реальность всего этого, скрытая за эфемизмом, ужасает. Это сексуализация детей. И они истерят, когда вы указываете на это, потому что это правда. И главный вопрос в том, почему все остальные это терпят. В здоровой стране, с неповрежденной социальной структурой, отцы на районе немедленно проучат любого, кто хотя бы подумает о сексуализации их детей. А если вы в этом сомневаетесь, попробуйте в Болгарии или ЮАР на Соломоновых островах. Удачи! Дайте нам знать, как всё прошло, если сможете говорить. Люди этого не потерпят, потому что инстинкт защитить своих детей самый глубокий из всех, и так должно быть. Конечно, так должно быть. Но на Западе это почти стёрто. Родители в этой стране и в Канаде гораздо более пассивны. Почему? Потому что они не распознали истинную суть этого явления. Они считают, что это какое-то политическое движение, каким-то образом связанное с борьбой за права трансгендеров, и поэтому вам нельзя жаловаться, иначе вы фанатик. И все мамы подумают, что вы плохие. Но это не борьба за свободу. Борьбы за свободу нет. Битва за права трансгендеров давно закончилась. У трансгендеров есть права. Они могут одеваться так, как им нравится. И это не только полностью законно. Большинство американцев не хотят вмешиваться в это. Вообще. В этой стране живут и дают жить другим. И так было всегда. Это согласие у нас всегда было. Ты делаешь своё дело, я своё, и мы оба не мешаем друг другу. И подавляющее большинство американского населения по-прежнему за это. Республиканцы, демократы, все за это. Но здесь совсем другое. Совсем. Эти люди не оставят в покое вас или ваших детей. Это психи, которых привлекают чужие дети. Это именно так. Скажите это, скажите, это правда. Естественно, Джо Байден, который принимал душ со своей собственной дочерью, чья сексуальная жизнь была разрушена из-за этого, теперь является главным спикером этого безумия. И мы намерены продвигать равенство трансгендеров в классе, на игровом поле, на работе, в нашей армии и хозяйстве, а также в системе здравоохранения. Везде. Просто везде. Сегодня мы объявляем о новых шагах. Но всегда есть над чем работать. Чтобы положить конец эпидемии насилия в отношении цветных трансгендерных женщин и девочек. Чтобы трансгендерные пожилые люди могли стареть с достоинством. Родителям трансгендерных детей. Принятие личности вашего ребёнка – один из самых действенных способов обеспечить его безопасность и здоровье. О, да. Расскажите нам больше о безопасности и здоровье наших детей. Джо Байден, мистер Душ со своей дочерью. Вы шутите? Это преступление на сексуальной почве, и люди их совершающие должны быть наказаны. А теперь попробуйте сказать это вслух, где-нибудь кроме Fox News. Вы не сможете. Почему? Потому что это правда. Вот почему. Вы не можете говорить правду, вы можете утверждать, что Земля плоская. Но когда вы говорите «Все жизни имеют значение» или «Сексуализация моих детей преступления, и если вы не остановитесь, я причиню вам боль, потому что я отец». Скажите это, и вам конец. Липс оф ТикТок забанен в интернете. Почему? Потому что показал документальное подтверждение происходящего. Некоторые описывают это как груминг. Мы не совсем понимаем, что это значит, но если это сексуальное насилие над детьми, то да, это груминг. Но термин «грумер» теперь относится к языку ненависти, сообщает NBC. Пару месяцев назад эти люди, один из них из лифтсов ТикТок, другой Мэтт Уолш, а также Крис Руфа, о котором вы только что упомянули, они буквально демонизируют этих врачей, которые лечат этих людей уже несколько месяцев. И поэтому вы можете просто видеть их упоминания. Этот враждебный язык. Я видела это миллион раз. Потому что каждый раз, когда они делают это, иногда используя их лица, и все комментарии одни и те же. Психи, демоны, сатанисты, педофилы, грумеры. Да, они плохо относятся к врачам, которые кастрируют детей, отрезают грудь девочкам. Да. Это не только происходит, это празднуется и агрессивно защищается. Сделайте три шага назад. Раньше мы говорили, что наше общество не заботится о детях. Это не так. Вы видите общество, которое ненавидит детей. Вам нужно ненавидеть детей, чтобы сексуализировать их, поскольку сексуализация детей портит им жизнь. Спросите любого, с кем это случалось. Точка. Никто не должен мириться с этим. Ни один родитель не должен мириться с этим. Ни на секунду, что бы ни гласил закон. Ваш долг, ваш моральный долг защищать своих детей. Это нападение на ваших детей, и вы должны дать отпор. Друзья, напоминаю, что этот канал существует также на платформе Дзен. Приглашаю вас подписаться и там, хотя бы потому, что выпуски на Дзене выходят на целый час раньше, чем здесь. И не забывайте, что поддержать проект и его команду вы можете на спонсор.ру. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. Мы рассказывали вам об учителе из Оквилл-Трафальгар, старшей школы в Антарио, недалеко от Ниагарского водопада. Этот учитель недавно начал носить огромные протезы груди на занятиях перед детьми, реализуя свой сексуальный фетиш. Если сомневаетесь, что это так, образ призван имитировать жанр японской порнографии, который примерно переводится как молочное извержение. В течение нескольких дней ряд медиа-организаций, включая посетившее школу канадское издание, сообщали, что имя этого учителя Стивен Ханна. Средняя школа Оквилл-Трафальгар не предприняла никаких попыток опровергнуть эти сообщения. Почему? Они хотели защитить этого мужчину. Но после нашего сегмента из Совета школьного округа Халтон в Антарио нам написали, что вопреки многочисленным сообщениям, которые мы цитировали, учителя, о котором идет речь, на самом деле зовут не Стивен Ханна. И как же его тогда зовут? Школьный совет отказался сообщить. В школе заявили, цитирую, «Мы не можем подтвердить личность человека из фото, видео и радио репортажей». Но почему? Это учитель, это взрослый мужчина, и он вовлекает детей в свои сексуальные фантазии. Людям может быть интересно его имя, потому что он опасный извращенец. И сегодня мы снова обратились в школьный совет округа Халтон с вопросом, почему вы скрываете личность мужчины, который вовлекает детей в свои сексуальные фантазии. Они отказались от комментариев. Помимо школьного совета, средняя школа Оквилл Трафальгер в Антарио также покрывала этого учителя. На самом деле в этой школе даже есть регламент, защищающий учителей-эксгипиционистов. Официальная политика школы гласит, цитирую, «Дресс-код запрещает учащимся носить одежду, которая обнажает или делает видимыми гениталии и соски». О, вот как! Есть правило, но оно относится к учащимся. Так что этот кадр может свободно вилять своими протезами перед лицами детей, потому что его это заводит. Это отвратительно, это жестоко по отношению к детям, это вредит детям, сексуализация детей вредит им, когда взрослые так делают. И мы знаем, что происходит, потому что есть видео, и учащиеся жаловались на это. Но взрослые, школьный совет и СМИ защищают его. И не только в Канаде, такие случаи есть и в США. И пока родители не начнут протестовать, заявляя, «Мы этого не примем», вы не имеете права сексуализировать наших детей, вам нельзя вовлекать их в свои сексуальные фантазии или свою фетишистскую жизнь, они будут продолжать. Джейми Митчелл одна из ведущих активистов против этого. Она основала группу «Геи против грумеров», а это грумеры. Геи против грумеров разоблачили сексуализацию детей в школах нашей страны и увечья, которые наносят детям в так называемых гендерных клиниках. Чудовично. Но так делать нельзя. И геи против грумеров за попытку защитить детей от увечий и сексуализации со стороны взрослых были наказаны. Две ведущие платежные системы, крупнейшие на рынке PayPal и Venmo, дочка PayPal, закрыли их счета. Джейми Митчелл, основательница «Геев против грумеров». Сейчас она с нами на связи. Джейми, большое спасибо, что пришла. То есть вам не разрешается вести дела в Соединенных Штатах, потому что вы считаете неправильным, что взрослые вовлекают детей в свои сексуальные фантазии. Что Venmo и PayPal сказали вам? Да. Спасибо, что пригласили меня. Вчера около двух ночи я получила e-mail от PayPal, а затем от Venmo через пару минут, где говорилось, что они, по сути, навсегда заблокировали наши счета. До этого мы не получали никаких сообщений о нарушениях, но они сказали, что мы нарушили их пользовательские соглашения, которые... Мы не уверены, какие именно пункты мы нарушили. Там не было подробного объяснения, просто уведомления о том, что нас забанили, и мы просто организация, состоящая полностью из геев. У нас даже есть несколько трансгендеров, и мы просто пытаемся бороться с этим злом, которое происходит во имя ЛГБТЭК ВИАА. Все это алфавитные мафии. Мы просто пытаемся противостоять этому, и нас наказывают за это, и это... Мы знали, что это может случиться, но такое всегда немного шокирует. То есть, ваша позиция просто не трогайте детей, то есть, делайте, что хотите, но не сексуализируйте и не калечьте детей. Это кажется вполне мейнстримной позицией. Кто в Пейпал и Венма, вам известно, выступает за сексуализацию и калечение детей? Как вы думаете? Мне лично... Да, похоже, что они определились с тем, кого поддерживают. Они защищают педофилов и насильников, а также всю идеологию, которая проповедует гендерный переход для детей с изувечиванием их тел и использованием их в качестве сексуальных объектов. Такова их позиция. Это то, что они хотят отстаивать. И знаете, мы рады, что у нас такие враги. Но грустно, что, знаете, они говорят, что закрыли наш аккаунт за дискриминационное поведение. Но мне кажется, что именно это они проявили по отношению к нам. Ведь ни одну другую ЛГБТ-организацию никогда не запретили бы на их платформах, если бы они поддерживали такую повестку. Но это не мы. И мы не боимся. Им нас не запугать. И мы не собираемся останавливаться. Это делает нас только сильнее. Но это... Ведь у нас довольно четкий общественный договор в стране, в котором участвуют все. Делай, что хочешь. У нас очень толерантная страна. Только не впутывайте моих детей. Но они отказываются, и я благодарен, что вы сопротивляетесь. Все просто. Да, просто оставьте детей в покое. Но они не могут. Джейми Митчелл, спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»